Здравствуйте, уважаемые телезрители программы «Регион» на ваших телеэкранах в студии Виталия Барташевич. Мероприятия памяти святого Афанасия Брестского прошли в областном центре Брещины. Вместе с православными верующими праздник разделил митрополит Минский-Заславский, патриарший экзарх Всебелоруссии Павел, а также представители местной вертикали власти. Анастасия Назрин-Блатницкая с подробностями. Большой крестный ход отправился рано утром от Свято-Семеновского собора. Поддержать православную традицию, а также помолиться в этот день пришло большое количество верующих. Афанасий Гумен Брестский особенно почитаем нами, ну и нашей семьей, и моей семьей, и нашим молодежным братством Афанасия Брестского. Он защитник святой православной веры и особо дорог нам. Хочется быть частью большого праздника, наверное, чтобы к чему-то святому прикоснуться, и побыть на этом празднике, и малышу показать, как это, чтобы он тоже приобщался с маленького детства. Радуйся с другими людьми и желаем, чтобы все этот праздник праздновали как по-православному. Всем здоровья, главное здоровья всем. Традиционно 18 сентября Брест встречает паломников из разных уголков мира. В городе проходит памятное мероприятие, посвященное Афанасию Брестскому. В этом году дата особенная. Ровно 370 лет назад игумен Афанасий принял мученическую смерть во имя веры. Этот подвиг является олицетворением мужества и любви к Отечеству и Церкви. Сегодня, вспоминая преподобного мученика Афанасия Брестского, можно вспомнить и великого апостола языков, апостола Павла, который почти 2000 лет тому назад говорил о том, что жизнь для меня – это Христос, а смерть – приобретение. Вот преподобного мученика Афанасия воплотил в себе все то, что говорил и проповедовал апостол Павел и другие святые апостолы. Для преподобного мученика Афанасия смерть – это действительно приобретение. А жизнь, которую он провел, исповедуя Христа Спасителя и проповедуя и утверждая православную церковь – это была действительно его жизнь. Важность проведения торжеств отмечают и представители вертикали власти. Историческая справедливость восстановлена, и сегодня мы говорим, его жизнь – это подвиг. Достойный пример для подражания потомкам. Высокодуховный патриотический выбор Афанасия Брестского является для нас ярким примером горячей любви к своему краю и землякам. А знаменованием такого важного для города события стала закладка памятной аллеи в парке Тысячелетия. 25 сибирских кедров украсили большую территорию. Как отметил мэр города Александр Рогачук, это одно из важных мероприятий, посвященных Тысячелетию Бреста. Это замечательный пример совместной работы, где есть и духовная составляющая, и составляющая, созидающая, строительная и так далее. Этот проект будет одновременно, скорее всего, закончен. К Тысячелетию города мы надеемся увидеть храм уже с закрытым контуром. И, соответственно, парк Тысячелетия в 2019 году, в конце года, тоже должен стать уже местом отдыха наших горожан. Вместе с тем, парк, ровно как и душа человеческая, это тот процесс, который невозможно окончить одномоментно. Здесь постоянно должны расти деревья, идти какие-то новые объекты появляться. Поэтому очень серьезный, важный объект. Большой праздник объединил православных не только из Бреста, но и из других городов Беларуси, России, Польши, Украины. Ведь быть ближе друг к другу, ценить и любить то, что имеешь, и тех, кто рядом. Вот главное счастье для каждого, кто верит, надеется и ждет помощи и заступничества от покровителя земли Брестской. Брест живет в ожидании миллениума и сегодня напоминает одну сплошную строительную площадку. Молодые брещане в стороне от мероприятий по подготовке города к грандиозному юбилею не остаются. Работая на городских стройках, молодежь вносит свой вклад в развитие Бреста, а также имеет возможность за свой труд получить материальное вознаграждение. В основном силы молодых людей направлены на строительство нового автовокзала. Возведение этого объекта в 2018 году объявлено главной молодежной стройкой Брестской области. На этой строительной площадке с утра до вечера кипит работа. Новое двухэтажное здание и территория, к нему прилегающая, начинают приобретать реальные очертания. Бок о бок с профессиональными строителями открытого акционерного общества Полесье Жилстрой, на объекте работает и молодежь, активисты студенческого отряда БРСМ. Всего здесь трудится десяток молодых людей. Не случайно строительство автовокзала по решению Брестского облсполкома объявлено главной молодежной стройкой края. Брестский автовокзал является реально социально значимым объектом, который позволяет улучшить все транспортное сообщение в городе Бресте, соединяя действующий железнодорожный вокзал с будущим автовокзалом, что на самом деле дает серьезные условия и подспорья для вообще развития города Бреста. Сегодня под руководством опытных мастеров ребята занимаются укладкой тротуарной плитки. Александр Пстыга еще недавно работал на самой масштабной стройплощадке Беларуси атомной электростанции в Островце, а уже сегодня трудится над возведением Брестского автовокзала. Для всех бойцов студотряда это не только возможность заработать и набраться опыта, но и внести свой вклад в социально-экономическое развитие города и страны. Это работа, она закаляет. Нам нужно посвятить всю жизнь этому делу и нужно знать, что это такое. Заработная плата всегда достойна и к нам всегда относится с уважением. Данный отряд носит имя «Знамя юности». Он сформирован на базе нашего технического университета. Ребята учатся на строительные специальности и это очень хорошо, что они могут еще в свое учебное время получить еще дополнительный опыт в строительной профессии. У нас есть индивидуальные уже по усмотрению университета, есть индивидуальные планы. Это они то есть могут в первую смену работать, например, в вторую учиться или просто они работают недельку, а в вторую неделю ходят на дополнительные занятия. Среди социально важных объектов, где еще трудится брестская молодежь, западный обход. Также в этом году активисты работали над возведением «Ясли сада номер 7». Не менее активно молодые люди проявляли свои силы в сельскохозяйственных и педагогических отрядах в период летней оздоровительной кампании. В стране работники лесной отрасли отметили профессиональный праздник. К ним присоединились и специалисты Пинского лесхоза. 16 сентября отметили профессиональный праздник работники леса. Ежегодно в третье воскресенье первого осеннего месяца поздравляют всех, кто причастен к сохранению и развитию лесной отрасли страны. В одном из лесничеств Пинского лесхоза, Житновичском, лесничем работает Юрий Гуринович. В сентябре у него сразу две значимые даты – 11 лет в должности и 30 лет в профессии. А ведь много лет назад все начиналось с возможности стать бухгалтером. Когда увидел, что там одни девушки поступают, категорически уперся, и подал документы на технику лесовода, лесное хозяйство. С этого началось. Пришел в Пинский лесхоз я в 88-м году после службы в армии. С тех самых пор место работы неизменно – Пинский лесхоз. Чтобы лесное наследие Полесье не оскудело, Юрий Гуринович трудится с позаранку. Мыслями на работе 24 на 7. В кабинете начальника уже с 7.30. Рабочий день в первую очередь начинается с обсуждения плану на день. Это мастера. Часть приходит в лесничество, часть мы созваниваемся по телефону. Распределение сил и средств на работу в течение дня – это лесной охраны, рабочие, доставка этих рабочих, также лесной. И в процессе дня там отпуск лесопродукции. В течение дня десятки задач. Кстати, работа лесничего – лишь отчасти оформить сотни документов. Примерно половину времени они проводят в лесу. Под контролем Юрия Гуриновича – одно из старейших лесничеств, площадью более 10 тысяч гектаров. Здесь относительно небольшие объемы заготовки леса. И причина в том, что территория лесничества находится в самой низкой точке по леской низменности. Треть – болото, которое не преодолеть ни на своих двоих, ни на технике. Здесь же – ботанический заказник местного значения в тысячу гектаров. На этой территории произрастает около 20 видов растений, занесенных в Красную книгу. В лесничестве растет поистине царский дуб. Ему 350 лет. Лесничество разделено на три мастерских участка и 15 обходов. Здесь трудится коллектив из 33 человек, где каждый за свое дело болеет душой. Я лет 10 работаю в лесничестве. Пошел рабочим. Потом пошел, разучился на вальщика. Работал вальщиком. Потом перевелся в лесники. Плоченный коллектив. Заручаем один одного. Лесничий хороший. Не обижает. С поздравлениями к коллегам Юрий Гуринович. Пожелать им здоровья, благополучия, успехов, плодотворного труда, хорошей зарплаты. Также пожелать их семьям терпения, всего наилучшего. Лес дает нам зимой тепло, летом прохладу. Также приносит питание. Лесники будут стараться, чтобы людям было комфортно жить и также посещать наши леса. Кроме Житновичского, в Пинском лесхозе еще 8 лесничеств. Там трудятся сотни специалистов. Их ежедневная рутина – это охрана леса от пожаров и самовольных рубок, выращивание деревьев, защита от болезней и вредителей. Их зона ответственности – два района – Пинский и Ивановский. Площадь лесного фонда практически 90 тысяч гектаров. А территория простирается с севера на юг на 55 километров, с запада на восток на 91. Всех, кто охраняет эту площадь, лесные богатства Полесья, поздравили на местах, а лучших – в торжественной обстановке. 15 сентября в городском поселке Логишин Пинского района состоялся финал чемпионата Белоруссии по бейсболу. За первое место с командой Минска боролись логишинские волки. Игра была напряженной и очень интересной. Кому же удобнулась удача в этот раз, чьи умения и мастерства оказались выше, узнаете из нашего сюжета. Суббота, 15 сентября. Логишин – финал чемпионата Белоруссии по бейсболу. В это сложно поверить, но именно здесь, в агрогородке Пинского района, учатся, работают и тренируются бейсболисты, которые составили конкуренцию лучшей команде Белоруссии. Логишинские волки. Их называют командой-феноменом. Логишинская команда – это явление в белорусском бейсболе. В общем, команда из маленького населенного пункта играет в финале чемпионата Белоруссии. Это говорит о многом. Я считаю, что они делают максимум, что возможно в этой ситуации. Это очень неплохая команда. И игроки сборной есть отсюда. Соперник у логишинских волков непростой. Команда «Минск» не раз отстаивала честь страны на международной арене, а в нынешнем чемпионате они не знали поражений. Лучшая команда очень неплохо выглядит даже на европейской арене. Если два года назад… Для «Телли» я вам скажу, что два года назад мы были… Минска команда была 40-й в Европе, в прошлом году 27-я, а я думаю, что в этом году рейтинг будет выше. То есть среди клубных команд это очень прилично. Среди сборных в мире в районе 40-го места тоже неплохо. Логишинцам выходить на поле против единственной профессиональной бейсбольной команды в Беларуси ответственно и нервно. Ожидание, как у любого солдата, быть генералом, поэтому у нас ожидание тоже стать чемпионами. У нас трое очень серьезное, очень боевое команду. Их команда очень настроена. Давно мы играли в финале, поэтому, конечно, ожидание большое от этих игр. На поле под седьмым номером в качестве кетчера выйдет и сам Анатолий Лобачевский. Ему предстоит соперничать в том числе и со своими бывшими воспитанниками. Один из них, нынешний капитан команды «Минск» Антон Припутневич. Играем на родном поле. За команду из Логишина играл 4 сезона. И сейчас в действующей команде «Минск» 3 игрока, которые в этом составе будут выступать против своей первой команды. Когда приезжаем в Логишин, это как праздник. И домой приезжаешь, и друзей видишь, и получаешь хорошее соперничество между двумя командами. Сегодня в Беларуси бейсбол не самый популярный вид спорта. С правилами знаком не каждый. В поле находится 9 человек. Это одна команда. Вторая команда атакует, то есть отбивает. Задача отбивающих – отбить мяч в поле, отправить мяч в поле, пробежать 4 базы. И наступить на дом, на место, откуда они начинали бивать. Тогда будет защитка на очко. Задача защиты игроков в поле – не дать принести это очко. Ловить мяч и доставлять на базы раньше, чем туда добегает игрок, противоположная команда. В Агрогородке традиционная американская игра прижилась. В зоне зрителей и стар, и млад. Команды играют до трех побед. В Логишине запланировали три игры. В субботу, в первой встрече, команды отыграли 9 инингов. В третьем логишинцам, наконец, удалось записать на свой счет 2 очка. Далее игра шла с переменным успехом. Результат Минска – 16 очков. Логишинские волки – 9. Вторая игра состоялась также в субботу. В третьем и пятом ининге логишинцам удалось заработать 5 очков. Минск сравнял счет лишь в седьмом ининге. В двух последних выходах на поле гостям удалось дожать соперников. Итог – 9-5 в пользу Минска. Исход третьей встречи. В воскресенье, по сути, решил второй ининг. У Минска сразу 10 очков. Перспектива технического поражения не добавляет уверенности. К пятому инингу в протоколе у логишинцев 6 очков. Но к этому времени у Минска 16. А значит, логишинские волки проиграли. В финале на поле оказались два брата – Дмитрий и Евгений Королевичи. Оба бейсболисты из логишина. Но сегодня играют за разные команды. По данной игре тяжеловато было показать более лучшую игру, более достойную. Все-таки у Минска на данный момент немножко повыше класс. Поэтому все старались, все боролись. Но на данный момент Минск заслуженно победил. Минск сильнее. Для нас также были игры очень сложные. Логишин – очень хорошая команда. Все игроки подготовлены, мотивированы. Игры против логишинских волков всегда очень интересные получаются. Во-первых, потому что я здесь вырос. Потому что здесь играет мой родной брат. И вообще, команда логишинские волки навсегда в моем сердце. Поэтому принципиально и интересно. В итоге команда «Минск» победитель чемпионата Беларуси. Логишинские волки заняли второе место. Это большой успех для нашей команды. Шести команд крупных городов нашей республики. Команда из среднего поселка, скажем так, городского типа заняла второе место. Для нас это достаточно серьезный успех на сегодняшний день. Очень стремительно нужно принимать решения. И говорить о каких-то ошибках не приходится. Ребята сыграли в силу своих сил, возможностей. Поэтому молодцы. Спасибо им за это большое, что они держат марку логишина и марку команды логишинские волки. А на сегодня у нас все. Мне же остается лишь поблагодарить вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова